Ну что, лохматая Мане приветствует вас в следующей студии и по традиции сядем на диванчик. Этот диван, он мне нравится больше внешне, он очень красивый, я вам сейчас покажу, но он менее мягкий, он такой более твердый, ну как, это больше кресло, я бы сказала, хотя двое тут поместится, то есть такое между кресло и диваном что-то, мини-диванчик. Когда раскладываем, кстати, получается очень хорошее спальное место, где-то около, не около, а 100, то есть даже не 90, а 100 сантиметров. Я думаю, даже двое детей бы поместились при желании, но нет, зачем, зачем двое детей, не нужно. Пусть будет один человек, свободно пусть ляжет спать. Так, ой, да, на этом пони мои эти рожки еще больше видны. Покажу вам немножечко, как сейчас обстоят дела и начинаем. Вы посмотрите на вот это все, чем на мои лохматые волосы. Значит, здесь у нас придиванный столик вот такой, они совершенно разных стилей во всех трех апартаментах. Я смотрела по цвету и мне просто интересно было, ну, по дизайну. Этот именно мне очень нравится тем, что этот также и поднос, то есть суперфункциональный столик придиванный. Классно здесь смотрится и при этом еще этот, это как поднос, то есть что-то там прям на подносики принесли, чай, кофе и поставили к дивану. Так, это раз потом, что у нас тут, у нас тут куча пакетов, как всегда, теперь все-все-все перенесли сюда. Здесь, ну, все знаете, постеры, наверное, еще не видели. Очень симпатично смотрятся, я поняла, что мне очень нравится, когда они на разных уровнях. Как и в том номере, вообще во всех номерах, у нас постеры на разных уровнях. Я поняла еще, что слишком много черного все-таки, а номер-то черно-белый. Ну да, тут белый стол, кстати, надо будет вот это. Представляете, взяли клеенку прозрачную на стол и надо же было даже на прозрачной клеенке сделать вот такие дурацкие ужасные наклейки, которые очень тяжело отмыть. Так что буду прям замачивать и отмывать. Кроме этого, да, я заметила, что все-таки черный преобладает, то есть белые тумбочки, белый шкаф и белый стол и все. Ну, кухня тоже, она белая с черными ручками, но все равно, вот мне кажется, что все-таки сделаю так, как я изначально хотела. Я изначально заказывала стулья, один набор черных, другой набор белых и думала миксовать, и так и будет. Кстати, а почему здесь три стулья? А, нет, четыре. В общем-то, здесь надо нам три стула, потому что это на максимум троих людей. И я сделаю два черных, один белый стул и эти два отнесу туда, где двухкомнатный номер, пусть они будут там во главе, то есть тоже разбавят черно-белую. И стулья сделаем, там это все перекликается с люстрой, то есть там есть тоже детали черного цвета. Знаете, я уже понимаю, что у меня опыт есть, то здесь уже, видите, все в пакетах лежит, ничего не надо таскать сюда. Надеюсь, что уже все лежит и уже знаю, что надо изначально замачивать вот эту вот посуду, которая с наклейками. И еще я поняла, что мне нужна будет еще эта поверхность, ну, для каких-то чистых вещей, поэтому пока не стелю кровать. Там я постелила в первую очередь кровать, но нет, это, наверное, сделано в последнюю очередь. Сейчас я займусь, наверное, сначала кухней. А, обещала вам диванчик показать. Сейчас, наверное, на ту штучку надо скрыть. Сейчас я вам красиво покажу. Вот он, такой диван моего любимого серого цвета. Конечно, логично было бы сделать что-то такое, либо черное, либо белое, но это очень марка. Просто вот я уверена, что на черном диване были бы какие-то следы оставались, на белом это все непрактично было бы. И еще, в принципе, не нашла нормальных вариантов этих цветов диванов. А серый здесь все равно подходит, потому что здесь и обои светло-серые, и, в принципе, серый это такой тоже базовый цвет, который, да, с черно-белым хорошо смотрится. И двери у нас серые. Да, в принципе, серый цвет, он точно здесь подходит, очень уместен точно. Даже вот смотрите, как тут я подобрала постеры, они у нас тоже черные-белые, серый тоже есть. И еще желтый, а желтый это будет как раз цветовой акцент этого номера. И, между прочим, я даже купила наволочку желтого цвета. Скорее всего, я одну подушку, эту серую, уберу и сделаю ее с желтым. Короче, пока это мои мысли, посмотрим, как это будет смотреться. Все, я некоторые вещи уже туда перенесла. Смотрите, сколько мусора, коробок. У меня уже желтый, говорит, Мана, прекращай, ну все, уже хватит. Можете пока вот так ориентировочно смотреть. Еще не насыпала ничего, еще некоторые моменты под вопросом. Но пока вот так. По крайней мере, все уже лежит на своих местах из посуды. Вот самую большую работу самую сделала. А из декора и такого плана пока что вот так как-то, не знаю. Но вот мне нравится очень, как верхняя полка смотрится, ваза под вопросом. Ладно, все, не буду терять время, я просто с ума схожу, как голодная. Господи, даже не знаю, как формулировать слово и предложение. Пошла. Завтра продолжаю, запускаю. Завтра, если будет нормальная погода, фоткаю. И все, даты открываю на сайтах. Все, за работу. Надеюсь, сегодня уже все закончу. Там такой дождь идет жуткий. Поэтому с капюшоном совсем, сейчас как раз крючочек испытаем. Все, давайте. Сегодня уже прям настроено очень. Почему я так разговариваю? Сегодня настроено очень уже. Вот все, сегодня заканчиваю с этим номером. Если чего-то не хватает, надо будет купить. Единственное, вот это вот останется. Я уже знаю, чего не хватает. Но все, что есть, сейчас будет. А, ну-ка, секунду. Ну, я вам скажу, отвлекли меня конкретно вообще. Я тогда ушла, и сейчас уже вечер опять. Господи, я ненавижу это на вечер оставлять. Но нет, надо сегодня доделать точно. В общем, еще и голова разболелась. В общем, сейчас иду продолжать. Как раз ступ, одниму последний на балкон. Когда-то покупала вот такую игрушку для кофе в фикс прайс. По-моему, я хотела кому-то подарить. Ну, типа, знаете, там комплименты, подарки за конкурсы. Помните, с девчонками собирались на конкурсы. Ну, в общем, вот, пригодился. Я наливаю сюда кофе, поднимаю себе сюда наверх. Выпью сейчас что-то. Нужен кофе, короче, выпью. Как раз тут на подносике. Пауэрбанк, кофе и мини-сникерс. И продолжим. Он, кстати, желтый вообще классно смотрится. Куда бы вы его здесь поставили? Вот, кстати, с серым очень классное сочетание, я вам скажу. Вообще с черно-белым тоже желтым. Мне очень нравится, как на постерах. Вот либо я здесь оставлю, либо я туда, к постерам на кровать сделаю. Сейчас видно будет. Итак, давайте по традиции пройдемся. По шкафам, по наполнениям и так далее. Здесь, как и в той студии, стаканчики, кружки, тарелки. Ну, поменьше, потому что здесь максимум 3 человека. Я и так положила туда почти все позиции по 4. Я думаю, будет достаточно. Быстро помыли и использовали дальше. Здесь я думала, честно говоря, вот сюда сделать соль и сахар, но это слишком большая емкость. Я не думаю, что здесь будут печь торты. Поэтому я оставила эти контейнеры для того, чтобы, допустим, купили макароны, насыпали туда, рис, гречку, что-нибудь такое для круп. И вот сюда, как я планировала, положила чайные пакетики. Это у нас такой декор. И вот сюда уже я сделала... В принципе, это уже нормальное получается. Нормальный размер. Здесь сахар, соль и здесь будут конфетки. Я решила, все-таки конфетки какие-нибудь. Знаете, не шоколадные, которые тают, а что-нибудь такое другое к чаю. Так, здесь дальше. Ну, здесь, как и там, положила чистое полотенце. И на столешнице на этот раз у нас рядом с чайником салфетница белая. И здесь вот для приборов такая вот сушилка. Кстати, мне очень нравится, какой я дозатор тоже выбрала. Классный. Идеально подходит под это все. Вот, нет еще ведра мусорного. У меня написано это все. Я куплю обязательно. Здесь приборы. На этот раз они уже все, как видите. А здесь также. Вот это все. Это вы видели, как я все это мыла. Ну, и здесь кастрюлька, сковородка, сотейник, терка и доска. Дальше мы идем. Здесь стульчик стоит один. Он будет... О, это третий стул в этом номере. То есть он будет просто здесь. Он очень хорошо вписывается. Очень классная такая ниша для него. Хорошо все. Здесь мы добавили желтый цветовой акцент. Он идеально... Этот чехол идеально подошел вообще к дивану, к этому чехлу по текстуре. Ну и вообще желтый вы знаете. Смотрите, желтый. 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 Пока два элемента желтых. Честно говоря, я хотела еще какой-нибудь цветок. По-моему, даже в фикс-прайсе продается. Может быть, если успею, поменяю вот этот на что-то желтенькое. У меня было из Икея, но слишком маленький цветок. Он здесь нехорошо вписался. Ну и здесь наш столик под нос. Так, и здесь у нас уже стол с черно-белыми стульями. Телевизор. Эта сторона все. Давайте отсюда сразу покажем вам коридор. Там вешалки черные. Шкаф зеркальный большой. Дальше переходим к спальной зоне. Здесь я решила вот эту наволочку продеть сюда. Точнее подушку сюда. Очень так классно разбавляет вот это все, то, что на кровати своим узором. Хорошо сочетается это с постерами. И очень классно все это сочетается еще и с ковриком. То есть видите, как перекликается коврик с подушкой. Ну и плюс мои любимые. Прикроватные тумбочки с кроватью, с бра. Все очень классно смотрится. Переходим теперь в ванную комнату. Здесь мало было как бы места для фантазии, потому что нет открытых полок, в отличие от того номера. Поэтому я просто вот сделала вот так. Кстати говоря, нет, все-таки так не очень смотрится. Я вот поменяла местами, верну обратно. О, и мыло надо налить. То есть пусть будет это справа. Или нет, наоборот. В общем-то, справа-слева сделаем свечку. Тут место есть, в любом случае, свечка пусть будет тут сесть. Вот так будет лучше. Свечка черная придает такой вот тоже классный вид, как декор. И так же, как аромат. Вот я, когда будут уже гости, открою, и очень классный аромат получается в ванной комнате. Здесь я положила... Кстати, да, я в шкафу не показала, что по традиции полотенца для рук, точнее даже для лица, да, они такие побольше. Сюда положила. Здесь ничего. Здесь также швабра, щетка. Ну, честно говоря, я бы куда-нибудь спрятала их в том номере, я спрятала в шкаф. Ну, так, временно. Но все равно же потом пользоваться будут, и они должны быть здесь. Я не знаю, честно, как их спрятать, куда их спрятать, что с ними сделать, чтобы... Ну, кстати, может быть здесь... А, нет, здесь полки, видите? Вот был бы пенал сплошной, можно было бы там спрятать, и было бы очень удобно. А можно, кстати, вниз. Можно под это все как-то спрятать, под тумбочку, я подумаю. Надо спрятать, в общем. Ну, здесь я вам уже показывала, какой обалденный душ. Такой прям широкий, большой, очень, очень уютно, классно, удобно. Так, надо будет туалетную бумагу еще положить. Короче, тапочек еще нет, надо будет не забыть это все добавить. Здесь у нас получается есть пододеяльники, банные полотенца, тапочек, утюг и гладильная доска. Вот если бы было здесь три отдела, можно было бы сюда же и эту швабру, и все для начала положить. Но это общий раздел такой. Здесь вешалки, и как-то вот неудобно уже. В общем-то, да. Ну и балкон сейчас покажу. Здесь вот прищепки уже сделала. Не знаю, хватит или нет. Надо будет докупить, мне кажется, не хватит. Ну и здесь 100 со стульями. Вид вот такой. Открытый, красивый. Еще чуть-чуть бы выше. И было видно море вон. Там. 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 Продолжение следует...